казахстан свежи новости обзор последних событий что же происходит на текущий момент и где же до сих пор продолжаются протесты и сопротивления из казахстана продолжает поступать большое количество новостей львиная доля которых не внушает оптимизма в сердцах тех кто переживает за судьбу страны дело в том что изначально мирные митинги переросли в очень жесткие схватки жертвами которых стали к большому сожалению простые жители страны правоохранительные органы взяли под контроль все административные здания в охваченном массовыми беспорядками казахстане в регионах страны ситуация стабилизирована об этом сообщает исполняющий обязанности министра внутренних дел иерлан тургумбаев казахстанском государстве восстанавливается функционирование коммунальных служб об этом отметил исполняющий обязанности главы ведомства тургумбаев призвал всех соотечественников проявить терпение к временным ограничениям и помогать правоохранителям в поимке погромщиков не знаю как он решил призвать простых людей ловить погромщиков голыми руками что не заявление то бред какой-то зачем вы тогда вели силу дкб чтобы призывать еще простых людей лезть на так называемых бандита вооруженных которых вы сами и прозвали так чтобы еще нести потери простого мирного населения уважаемые граждане давайте поддержим казахстан чтобы над их головами наконец-то наступило мирное небо и восторжествовала справедливость ставьте как можно больше лайков распространяйте данную информацию эту правду должна увидеть и услышать вся страна а сейчас вы можете еще увидеть редкие кадры которые попадают к нам через телеграм-каналы что на улицах и днем и ночью до сих пор продолжается зачистка как вы видите зеленые человечки ходят по улицам настороженно смотрят по сторонам и ищут так называемые вооруженное сопротивление также призвали всех сохранять спокойствие соблюдать меры предосторожности особенно в местах проведения антитеррористических операций не поддаваться на провокации сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах и лицах тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в стране также задержанные пытались перейти через государственную границу казахстана об этом заявил исполняющий обязанности главы мвд республики ерлан тургумбаев злоумышленники пытались покинуть казахстан на автомобилях и пешком ходе осмотра у них обнаружили огнестрельное оружие похищенной материальной ценности в числе последней мобильные телефоны крупные суммы денег в местной и иностранной валюте да я соглашусь с этим мародеров хватает есть люди которые под шумок радуются чужому горю а сами пытаются обогатить свои карманы вот такими вот недобрыми способами и это справедливо что они арестованы таким людям не место на свободе потому что они вышли не отстаивать свои права они вышли грабить и воровать а извините уже нам правительство хватает а такие злоумышленники должны находиться в тюрьме также соединенные штаты пока довольно таки сдержанно реагируют не только на происходящее в казахстане события но даже на вот в страну войск организации о дкб американский политолог дмитрий саймс объяснил почему в данном случае вашингтон не торопится делать резкие заявления активно поддерживать или в чем-либо обвинять как участников событий так и стран о дкб эксперт считает что в первую очередь причина лежит в том что для сша ситуация оказалась весьма неоднозначной а потому белый дом пока не торопится формировать окончательную позицию по казахстану ожидая как будут дальше развиваться события в ситуации в казахстане очень много неясного очевидно что очень много неясного и вашингтону поэтому они пытаются во всем грамотно разобраться и не делать громких заявлений видимо эта ситуация действительно неоднозначное дно для соединенных штатов тут есть два ключевых момента об этом заявил саймс шоу владимира соловьева политолог отмечает что рассчитывать на поддержку соединенными штатами ввода войск о дкб в казахстан разумеется не стоит очевидно что успешные действия миротворцев могут в очередной раз укрепить позиции россии что для сша крайне невыгодно особенно сейчас накануне очередного раунда переговоров между москвой и вашингтоном первый момент если россия вместе с союзниками проводит успешную миротворческую операцию в средней азии то с точки зрения сша это всегда плохо это не значит что нужно это всегда немедленно осуждать немедленно вводить санкции но прямо скажем к этому относятся подозрительно и с неодобрением в то же время по мнению американского аналитика власти сша наверняка могут надеяться на то что конфликт в казахстане станет затяжным по примеру той же сирии или афганистана из этой ситуации не планирует извлечь определенную выгоду рассчитывая что россия наоборот ослабит свои позиции пытаясь долгое время стабилизировать ситуацию в средней азиатской стране с другой же стороны если вдруг россия в этой ситуации увязнет если это окажется новый афганистан если это будет сковывать возможности россии в других регионах начиная с украины то с точки зрения вашингтона это было бы положительным явлением также предварительная сумма ущерба нанесенного мародерами в ходе беспорядка в казахстане составила около 200 миллионов долларов бандиты разграбили свыше ста крупных торговых объектов и банков более 400 автомобилей было украдено 346 из которых принадлежат органам внутренних дел они были спалены оказались повреждены и уничтожены примерная сумма ущерба превышает 87 миллиардов тенге что в перерасчете на американскую валюту составляет 200 миллионов долларов об этом заявил исполняющий обязанности главы мвд казахстана ерлан тургумбаев также силы о дкб заявили что при первом обращении казахстанской стороны покинуть республику после стабилизации ситуации они сразу же это сделают миротворцы о дкб будут находиться в казахстане временно до тех пор пока их не попросят оттуда выйти и они сразу же покинут страну вот такие события происходят на сегодняшний день в казахстане что вы думаете по этому поводу уважаемые граждане свое мнение оставляем комментариях а также делимся информацией то пока что самые свежие новости а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok